Всем доброго утра! Сегодня понедельник. Я еду на работу. Так у нас уже темно. Сейчас я настрою камеру. И расскажу немножко, как мы съездили на свадьбу. Монтировать свадебное видео еще не было времени. Не знаю, когда я это сделаю. Но так пока расскажу. Сейчас я... Как бы у меня здесь такая конструкция ненадежная. Со шнурками, с проводами. У нас стоит теплая погода. И удивительно то, что... То, что Наташе повезло с погодой на свадьбу. Был холод. Стоял холод. К ней приехали сестры из Киева. И... Ну, они гуляли там. И погулять было некогда. В общем, английская погода стояла уже все. Я думала, осень глубокая. И не будет больше тепла. Но, тем не менее, именно вот на эти дни... И у нас банк Холидей. Три выходных. Погода вдруг резко улучшилась. Как тут называется, хитвейв. Так, все, окно у меня запотело. Что-то... Ну, холодно ночью. Два дня уже. Ночью было холодно. А днем жарко. Вот. И на самую свадьбу была... Стояла такая жара в этот день. Просто плюс 30. И здесь это очень жарко. Плюс 30. Просто невероятно. Но, тем не менее, и вечер был теплый. Почему все было хорошо. Бин перевернули с мусором. Вот два даже. Потому что специально кто-то сделал бумажные бины. Правда, сухие. Вот. И, значит, мы приехали. Было у нас ужин. Все у нее уже было готово. Она такая организованный человек. Все уже приготовлено, чтобы посидеть с друзьями и с родственниками встретиться. В общем, тесный круг был. Посидели, поужинали. Разошлись. И на завтра с утра. А, жених уехал. Ну, в общем, это надо, как раздельная ночь должна быть пройти в разных, как говорится, в разных местах. Жених по одному адресу, а невеста по другому. Ну, вот, Майкл уехал. Ночевал там у друга, который был у него свидетелем, как другом на свадьбе. Бессмен называется здесь. Вот. И он ночевал у него. Мы ночевали все. Ну, мы не у Наташи ночевали. Мы там рядом. В доме. Я, Лена. И наши мужья. Вот. А Наташа в своем доме там с родственниками, с сестрами. И на утро мы сделали завтрак. Позавтракали. Все. И уже во сколько? Часов к 11 уже приехали к ней. В паре работают женщины. Делают прически, макияж. И приехала фотограф. Вот. Эти женщины сделали прически всем, макияжи. А фотограф и уехали. А фотограф осталась на целый день. Буквально. И прям я удивлялась, сколько в ней энергии. Такая женщина уже в годах, можно сказать. Ну, такая очень стройная, очень симпатичная. И она вот с этим фотоаппаратом. У нее огромные такие фотоаппараты. С такими причиндалами. Она бегала, прыгала. Ну, буквально целый день вокруг всех. Там снимала, фотографировала. Просто удивительно. Я посмотрела тогда, думаю, тяжелая работа все же. Но она прям неугомонная, неуемная, такая энергичная. Честно говоря, я ей любовалась всю свадьбу этим фотографом. Вот. И потом приехали подружки-невесты. Те, которые у нее близкие самые. Вот у них там тусовка. Робби-клаб. Клуб регбистов. Куда у них дети? Где у них дети занимаются? Вот. И у них, значит, они и устроили девичник. Очень интересный. Она мне показывала фотографии, альбом с этого девичника. Вот. И здесь они все были наряжены. Значит, шесть человек вот этих женщин-подруг. Подружки-невесты. И дочка со своей подружкой. В общем, всего было восемь человек, восемь подружек. Все в одинаковых платьях. И вот они приехали. Ну, были в халатах. Там вот на видео видно будет. Они почему-то приехали в халатах. Ну, так придумали, что ли. Как у них... Веддинг-планер был. Так, ну, велосипедист. Вот вообще ни к чему на дорогах. Здесь он глил. Веддинг-планер у них была женщина. Тоже вот из них, из этих подружек. Из рюкбистов. Из рюкбистской тусовки. Она любительница. Она хобби у нее такое. Этим заниматься. Украшениями, там, декорейшн. И так далее. И... Вот. И она все делала. Значит, ну, видимо, она придумала. Не знаю. В халатах они, в таких красивых халатах. Все. Вот эти подружки. И невеста сама на девичнике. И потом они приехали вот сюда. Халаты такие. И так. И сланцы на ногах. А потом уже переодевались. Переодевались. Не знаю. Почему это? Зачем это? Не знаю. Переодевались. И... Невеста была уже при макияже, при прическе. И надевала платье. Тут все ей помогали. Платье было большое. Такое с подъемником широким. Ну, в общем, как Наташа и хотела. Как принцесса. В общем, была она, конечно, обалденно красивая. Такое с подъемником широким. Надели платье. Потом все поехали в церковь. Все уехали. А за Наташей приехала машина. И ее уже привезли больше всех в церковь. В церкви все расселись. Церковь небольшая такая. Не очень. Ну, нормальная, в принципе. Так что... Вот. Она зашла под музыку. У музыков была такая не Медельсона, а там свою музыку она выбрала. Поставила музыку. В общем, пришли они. Пришли они. Жених уже ждал. А Наташа пришла. Привел ее брат жениха. Так как отца у Наташи уже нет в живых. Вот. Брат Майкла был. Ну, они могли выбирать, кто бы ее повел к Винцу. Вот. И... Как называется служитель, скажите мне? Батюшка, не батюшка? Как он называется в церкви? Ну, в общем, он их венчал. Кольца они надели. Все. Поклялись. Клятву сказали. Повторяли за ним. Все это было очень волнительно. Правда. Так прям. Дрожь по коже. Слезы подступали. Как-то, знаешь, очень прям волнительно. Вот. И потом все это прошло. Церемония. Все. Песни пели, как обычно. Это не католическая, это, по-моему, баптистская церковь была. Но все равно там они встают, песни поют специальные такие, раздают бумажки, как на службе. На открытках был текст написан. Все вставали и пели песни. В общем, снимать нельзя было. Мы немножко только сняли, как вот она пришла к алтарю. И потом, как они расписывались. Вот. И темно там было. В общем, съемки не получилось. Ну, что получилось, сделаем. Снимать нельзя регистрацию брака в Англии. Что интересно. Ни в регистрационном офисе в ЗАГСе, ни в церкви. Не разрешается. Видеосъемка. Фотографировать можно фотографии без вспышки. А снимать видеосъемка запрещена. Не знаю почему-то. Вот. Ну, в общем, что получилось, то и сделаем. А потом они, после всей этой церемонии, венчания, они прошли туда назад, вернее, вперед от зала. Место такое. И уже там они расписывались. По-моему, такие специальные книги. Они делали свои подписи со свидетелями. Четвером. Ну, четверо их было. Жених, невеста. И свидетели, и священник. Вот. Расписались, все. Они вышли уже, муж, жена. Уже более веселая музыка была там такая. И они пошли. В общем, все поехали. А, вышли на улицу. И эта фотограф начала там командовать, кому там стать. Было 150 человек. Очень много. Ну, с детьми, правда, вместе это считалось. Вот. И она там бегала там, и на лестницу залазила, и всех фотографировала. Так, и сяк. В общем, фотосессия была. Видимо, она будет делать тоже альбом, я так понимаю, свадебный. И будет интересно. В следующий раз обязательно сниму и девичник. Очень интересный альбом. И свадебный, наверное. Вот. Потом, значит, это продлилось, наверное, часа два фотосессии. И потом мы все поехали. Они сняли банкетный зал в гольф-клубе. Был небольшой зал. Не то, что когда у них помолвка была. Это в другом было клубе. Небольшой зал. Но все равно достаточно места было, и все. Просто было по-другому немножко сделано. Два зала, как бы, со столами. И посередине данцбол. Была дискотека, был дежакей. И шведский стол. Шведский стол. Это не так, как у нас, конечно. Это все вот в чисто английском стиле. Шведский стол и бар, где покупались напитки. Шведский стол был, конечно, полный. Больше, чем вот когда мы были на чисто английской свадьбе. Снимать мне его не получилось. Почему? Потому что там было просто не подойти. Народа было много. И не очень широкое место было. Столы стояли. Просто, ну, не было возможности с камерой там среди тарелок. Люди стоят в очередь за едой. Все проголодались к шести вечера. Вот. И, в общем, просто на слово так. Были закуски. Ну, как обычный шведский стол. Ничего там такого особенного. Ну, вполне все наелись. Было много. Вот. Потом, значит, танцы, манцы, обжиманцы. Была русская музыка заказали. Наши девчонки плясали до упаду. Вот. Русскоговорящих было тоже немало. Ну, англичан было больше, конечно. Вот. И причем под английскую музыку англичане плясали, под русскую русские. Русскоговорящие, в смысле. Потом уже стемнело. Мы сидели на улице. Было прекрасно. Было тепло. Замечательно вообще. Напитки были, как я уже сказала, в баре. Покупают сами напитки. Люди, кто хочет выпить. Ну, как обычно в бабе. Покупают напитки. Друг другу угощают. Кто хочет, кто сидит. Комбашками там. Вот. Потом, значит, потом был торм. Вот. Торт ей делали. Многоярусный. Это... Так. Тоже я поснимала. Вот. И... Они его почему-то сами не разрезали. Наташа сказала, не знаю почему. Они пофотографировались около этого торта с ножом. И все. Потом разрезали. Говорит, нам, как он будет резать. Ну, его разрезали. И потом подходили люди. Брали этот торт. Можно было чай взять и угощались этим тортом. Вот. Потом еще возле церкви их там посыпали. Раздавали такие пакетики, чтобы когда невеста с женихом идут, их, значит, осыпали вот этим чем-то там. Конфити какими-то бросали на них. А здесь раздали все бенгальские огни. И как уже заключение было, они шли, все зажгли эти бенгальские огни, встали как в туннель такой. И они вот проходили под этими огнями бенгальскими. Ну, такое-то, какая-то уже в программе была. И все. И потом мы уже поехали. Уже было поздно. А они еще там остались, пока гости разойдутся. И все. На завтра мы уже собрались дома. Ну, на утро. Майкл уже был дома. Готовил нам завтрак. Приготовил. Ну, шикарный шеф. Ковар. И он... Кухня – это его хобби, это его страсть. Он очень готовит хорошо, вкусно и любит это делать. И он нас накормил. Все. И мы посидели и поехали по домам. Ну, вот так вот. Но было замечательно. Было с погодой просто шикарно. Просто вот Бог послал, наверное, ей погоду. Наташи моей. И она, конечно, заслужила праздника. Какого хотела. И... Бог ей послал погоду. Потому что я не представляю, что если бы был дождь и ветер. И там зал достаточно такой тесноватый. Сидеть там, не встать, не пройти. Ну, в общем... А тут и на улице все. И вольфовое поле. Это по траве можно было бегать. Дети там носились. И, в общем... Было все замечательно. Мы довольны очень. Съездили и отвлеклись.